а что там написано что там написано вот снаружи что-то написано прочитай дай посмотреть от кого дедушка мороз наверное увидел то что ты расстроилась вот тебе наверно хотел захотел порадовать через пять дней же новый год давайте волосы беру и посмотрим что ого высыпай а это что за желтенькую там что здесь наклейки что ли это адвент календарь наверно а вот это день первый сходи на прогулку зимний парк мы ходили сыграй в настольную игру играли сделай подборку новогодних построй снежную крепость снеговика строили добавь свой дом новогодних украшений добавили уже да уже все выполнили сделай новогоднюю открытку своими руками да вот сделаешь новогоднюю открытку устрой вечер просмотра новогодних фильмов с близкими это сколько два твикса два сникерса два ммд мса сколько мелкий вэй три что ли больших три мелкий вэй два таких четыре таких три таких от викс один маленький да ммд ммд мса три получается обалдеть вот это круто спасибо дед малой вот видишь ты вчера настя с тобой поделилась и дедушка мороз смотри какой подарок самый вкусный что положил да наверно чтобы ты с ней тоже поделилась поделиться можно по одной подвиживаться она твикса любит классный подарок ну да прикольно да три мелкие шоколадки да это потому что наверно ты умеешь читать да писать да даже подписал тебе вон дед мороз потому что знает то что ты читать умеешь да ну-ка дай посмотрю правильно написал он борисовой элизе дед мороз правильная вот это насти а вот это тебе они многовато ли будет мне кажется многовато новогодняя посылка обалдеть еще и наклейки да вот можешь блокнотик свои наклеечки приклеить я тоже хочу сникерс можно мне сники а ты насти еще что-нибудь дайте вот так нечестно получается давай вот так две мелкие вы и вот у тебя настя сникерс да и у тебя же один твикс да и еще один сникерс вот так да а мне вот это вот это насти а вот эту можно разделить пополам мы не может пополам там конфет дед мороз сейчас увидит больше что не принесет вот это житие целое давай вот эту пополам разделе особо насти иди сюда настенька я себе сникерс как раз хотела сникерс видишь дед мороз прям чувствовал прикольные да вот эти иди сюда дать я чуть такие не видела да это видимо дед мороза такие я чет не видела такие магазинах ты видела такие в магазинах у него посол же у него он же знаешь где живет великий устьюк называется там у него помощники насть вон тебе и лиза тоже вот этот вот это тебе отложила ты любишь ммдм вот это разделе лиза раздели открой открой и конфетки раздели чтобы было честно ничего ничего вот по цветам раздели насти же тоже хочет а то дед мороз увидит до а и лиза мелкий вей любит дай вот такой насти еще один мелкий вей чего у тебя две большие дай тогда маленькую насти одну вот тогда будет честно у тебя же две большие одна маленькая до дублин так ты себе то тоже откладывай вот такие цвета вот и насти положила черную 1 а все поняла все вот молодец сейчас дед мороз увидит наверное да наверное увидит и уже другой подарок подарит зачем какой сложный процесс ты рюкзак собрала насть коробку положи валер в ее коробку насти видела там какой адвент календарь да там еще наклейки прикольные на насти просто посмотрит вот наклейки вот что-то еще пересчитываешь до бухгалтер себе две таких надо она же одну съела кто на 1 не ела что ли ты тогда и одну желчинку дай не путайте бухгалтера одну насти не отвлекайтесь сейчас она пересчитает 6 8 одну туда все одинаково одинаково я посчитал ну пусть сама считает быстрее можешь почему те что лишнее откладывай в сторонку зеленое лишнее отложи в сторонку вот одну синюю туда одну синюю сюда нет нет это в стороне вот сюда в сторонку ну вдруг там еще останется ну ладно пусть маме папе будет красная там еще одна лишняя да и черная будет вон черная лишняя это лишнее сюда вот эти две дели отсюда отлично папа нет нет и и все съела на еще я не хочу я сникерс только хочу а мне нравится вот такие желтые больше все видишь как много получилось и честно вон у тебя еще считай ты бери свои скуши потом по новой и что по поводу моего самочувствия мое самочувствие вообще никакое но получше чем было прошлое там два-три дня до два дня тому назад вот вчера еще более-менее вот я голову смогла даже помыть сегодня принципе с утра проснулась накраситься но все равно думал сейчас начну записывать влог что-то нет вообще я уже думала надо выздоравливать уже ведь новый год через пять дней а у нас даже банка кукурузы не куплено консервированная не то что там и что там и никуда мы не поедем мама болеет заразу разносить что я до сих пор еще чихаю но я не останавливаюсь конечно лечение да я так продолжаю свое лечение надеюсь то что я быстро люблю хотя не знаю новый год на носу даже вообще нету вот этого ощущения из-за того что болею надо покупать надо продукты покупать не знаю посмотрим еще сегодня завтра вот полежу и до женщина лежит полежу и уже буду я вообще вообще никогда так не болела вот чтобы все разом все сразу и насморк и горло и температура обычно там ну либо насморк был либо горло побаливала либо температура там с насморком и так далее да но чтобы вот так вообще с роду никогда так не волосы вкусно пахнут я на ночь заплетала косичку думаю ну хоть как-то себя в порядок привести думала всем проснусь будет хорошо нет ну вот я ничего не готовила вареники борщ еще стоит пока так прикольно да тебе так прикольно сидим дома на улице бешеный ветер уже время вечер вот все все посмотрели на элизу я гладильную доску вот как вытащила тогда я ее так больше и не убирала и к ней не притрагиваемся да вот такое вот состояние не знаю девчонки слава богу держится все нормально все хорошо я проснулась вот тут вот походила походила покушала похудела на один килограмм если я до этого было 48 сейчас я 47 потому что до этого аппетита не было но сейчас хотя бы у меня есть аппетит но и все равно когда не было аппетита все равно кушала чтобы ну нужны какие-то силы энергии это для организма ну прям вот не лезла представляете я ем и меня подташнивает меня подташниваю думаю это и вообще я в шоке было от такого как-то никогда такого не было только набрала килограммчик этот до после лета после всей этой физической работы и вот на тебе не знает еще так долго но один день ну два дня поболее ну вот сегодня уже четвертый день немножко получше а ты взвесилась уже что ли двадцать один и восемь вот и я взвесилась и думаю о ну сейчас покушала вот позавтракала пошла настю школу стал отправила вот тут и лизе подарочек мы посмотрели какой дед мороз прислал и лиза сделала открытку вон там под елочкой покажешь и положила что дед мороз увидел и пошла спать легла поспала сейчас вот встала опять поела а ты прям приклеила да вот этого вау ёлочка деду молозу а где после буквы д е д е д д е д у надо было написать ёлочка какая у тебя красивая красота а ты несколько раз писала потом зачеркивала да вон проси как классно а ты еще и взаде ничего нету сзади ничего он проси как лежит развалилась старушка наша старушка пердушка пердушка у нее зубов нету на нынешней а у дуськи есть да фросси у нас уже старенькая и наверно сколько лет 7 проси есть у нее зубки у дуськи а у фросси нету а зубы будем смотреть ну-ка давай покажи ну-ка снизу тоже есть губы черные а у фроссики не дает посмотреть а чё вы здесь эти фантики лиза ну-ка давай-ка выбрасывай насти ничего не кушала что ли выключи звук пожалуйста и лиза насти ничего не кушала или мелкивая только съела на вот это выброси на 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 целый день лежат пальцы дед мороз то увидит каждый бардак вон там свои тоже фантики а вот еще у меня маленький да отпустит и дусью тени тяжело она такая тяжеленная ты ее таскаешь вон еще же фантика лиза что а что ты вам каешь смысле так это вы такое кушаете как тебе в моем хорошо мои кофточки вот эту кофточку который на элизе мне дарила мама не помню сколько мне было лет нет вера и вера степановна я тебе дарила я тебе ничего не дарил и мама мне подарила вот эту я не помню сколько мне было лет вот она уже до сих пор очень классно зимой особенно и настя ее надевает и лиза ее надевают эту кофту да хорошо будешь сегодня настя придет ну потому что вчера и лизе волосы сделали вот этой масс витамином а е сегодня надо будет помыть а чё джинсы не носишь свои магазин я болею по магазинам чихаю насморк до этого тоже когда выкладывала этот влог где покупали джинсы и многие тоже но не многие некоторые видимо случайно зашедшие на канал написали вот зачем нас такие большие джинсы покупать такие огромные вообще они очень огромные действительно потому что мне когда мы покупали в магазине не это так не показалось а сейчас когда мы домой приехали на принципе я это не скрывала я об этом и сказала во влоге то что что-то они чересчур большие да не стал нахваливать как бы и оправдываться убавь пожалуйста и еще убавь 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 выключи звук так смотри и как бы они действительно большие но с другой стороны буквально тоже не знаю джинсы это же как это все-таки такой материал который вещь такая одежда которая надо долго может прослужить они так то что ребенок тем более растет всего через месяц через два уже становится маленький я тоже покупала и лизе джинсы они были мам они были по длине хорошо но вообще ней фасонка шел как немножко укороченный через два месяца уже все увидите же как бы не такой плоский живот да как у взрослых где также такой кругленький животик через два месяца ей уже стало стали маленькие те джинсы фактически мы может быть ну раза два или три это их только лишь на деле и вот с этими джинсами уже пусть будет или за еще плюс ко всему в детский садик не ходит за зимой мы так никуда не выбираемся и выбрались да я заболела как говорится тоже такой интересный комментарий был мне так посмешила части мы говорит живем от уфы три часа езды три часа езды до уфы но мы своих детей вывозим на погулять в торговые центры это с таким написали у как будто бы это я не знаю на луну куда-то детей свозили в торговый центр погулять ну вы серьезно что ли ну я не знаю меня так позабавил этот комментарий я не то что сама птц по торговым этим центром комплексом не люблю ходить более детей туда таскать вот мы съездили вот мое состояние четвертый день в горизонтальном положении не знаю а это с таким то что наши дети бедные несчастные торгового комплекса никогда не видели вы что плюс ко всему я жила сама сколько я я сама пять лет жила в уфе в городе еще с валерой год мы жили до вместе также в городе муж то городской у него квартира и я никогда не любила эти торговые комплексы чтобы там по ним ходить что-то лазить просто так вот валера он любит он любит ходить просто так смотреть я кручу смотреть сейчас ходить вот деньги будут говорю надо будет что-нибудь купить поедем посмотрим просто так я терпеть просто не могу ходить по торговым комплексом что-то смотреть прицениваться мне это не нравится вот когда у меня есть энная сумма в кошельке и я не могу купить здесь и мне нужно съездить торговый комплекс тем более мы живем в таком месте и глиной если вдруг кто не знает кто мне написал вот этот комментарий юлия по моему зовут на ю тубе у нас здесь есть все нам город в принципе вообще не нужен написали то что нормальных магазинах купить одежду какие нормальные магазины коллинз и что еще какие там нормальные магазины сенсей это нормальные магазины сейчас в них ничего такого интересного нет то же самое я найду себе здесь но здесь нету такого столпотворения здесь нету такого шума такого гамма нету время вот этого который ты тратишь на дорогу мы здесь выберем прекрасную хорошую одежду и дети будет также носить я здесь себе покупаю если я хочу какого-то бренда одежду то я могу зайти на вал берез заказать на озон посмотреть если мне что-то понравится то купить я никогда не любила вот эти дальние поездки мы даже в абзакова когда поехали мне две были три было дальние поездки это в златоуст казань казань самое ближнее до златоуста я не знаю сколько километров и вот мы ездили этим летом в абзакова вот так да когда ты на отдых едешь куда-то но просто чтобы купить какую-то одежду нормальных магазинах там адидасовый какие там еще вот эти я даже знаете для меня нет вот этого вот этой важности в одежде то что в бренде то что это круто вы сейчас кого пытаетесь удивить это только лишь знаете свое люс самолюбование свое успокоение сейчас никого не удивить вот этими тремя полосками какими-то не знаю надписями на реками сейчас китай все что хочешь может сделать поэтому торговые комплексы уж поверьте мне ваши дети не вспомнят то что вы их возили в торговый комплекс и как же им было круто и как же им было весело я сама не уросла получается сельской местности да у нас до уфы 80 километров может меньше не знаю но на электричке можно было проехать только лишь на электричке потому что машины не было то есть меня родители возили очень редко в город но я ни разу не помню один единственный раз я помню когда меня свозили в город это был папа работал в уфе и он должен был получить зарплату и буквально как раз это время было когда нужно было покупать одежду к школе я поехала а мама не смогла поехать и папа отправил мама отправила нас папы вдвоем наказала папе то что в коль ты смотри коля моего папу зовут коль ты смотри что алвина выбирает то есть там все ну все будет хорошо все будет прекрасно я счастливая поехала с папой все папа деньги получил мы пошли пошли по этим бутикам я папа смотрит я посмотрю я гриб а вот это нравится доченька бери ну я там примерю одену мне вроде бы нравится мне тогда лет десять было лет одиннадцать вот так но вроде бы нравится все мне классно потом приехали домой и мама нам такой разгон дала хороший папа ты куда см коль ты куда смотрел а ты куда смотрела что ты купила ты не видишь кофта вот такая короткая и буквально через два месяца два-три месяца мама была вынуждена снова меня одевать в школу потому что мне в 100 стало все коротко но зато у меня было право выбора как сейчас говорят тоже то что вот пусть ребенок сам выбирает пусть ребенок сам выбирать ну пусть выбирает в 15 лет пусть выбирает 16 лет когда ребенок уже знает то что нужно смотреть не только на внешний вид и модность до какую-то одежды но и на качество одежды также по цене немножко прицениваться а когда он ребенок должен учиться от чего он это должен знать вот как раз таки мама для этого и существует чтобы ребенок дочка сын неважно пошли с мамой в магазин мама показала маму мне кажется сейчас не знаю такое время когда все мамы знают что модно что не модно мы заходим магазин я знаю там штаны там настя хочет карго там или так далее широкие джинсы мы меряем широкие джинсы ей некрасиво а кто как не я скажет ребенку то что это тебе некрасиво кто подружки на подружки все скажут ой как классно сами будут смеяться поэтому поэтому я насчет этого конечно но с торговым центром меня вообще так посмешил я еще написала что за претензии вообще такие как посчитали нужным так и сделали свозить детей в торговый комплекс торговый центр это ну просто как будто вы так написали как будто на луну детей свозили так смешно другого комплекса у нас сейчас здесь есть все магазины у нас есть рынки у нас есть фикс прайсы раньше когда здесь не было здесь был один единственный байрам супермаркет мы ездили с валерой в уфу вашан тогда были очень хорошие цены выгодные там можно было выгодно закупиться мы ездили вашан я помню столько часов там проводили ладно мы еще с валерой там быстро 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 возьмем когда ты еще ходишь постоянно в один и тот же магазин ты в принципе уже знаешь да где что лежит на каких полках один раз мы маму привезли в вашан первый раз огромам там такие цены выгодные настя у нас была маленькая еще я даже когда была беременна это сколько это 10 лет тому назад я говорю мам я беременна и мы маму привезли мы пять или шесть часов ходили по ашану просто я с ума сошла просто у меня не было сил никаких только лишь по ашану я и сейчас когда приезжаю с торговых вот этих комплексов центров у меня ужасно болит голова и у меня состояние будто меня как вот тряпку вот так вот с водой всю энергию вот так вот выжили из меня очень очень сложно детям конечно же нужно такие места в таких местах бывать но я не скажу то что у нас дети не бывают и у нас здесь такие бедные несчастные ну вот чисто по детям можно определить даже по видео даже во влогах вот включаешь какой-нибудь влог и можно посмотреть какой ребенок улыбчивый ребенок не улыбчивый ребенок что он говорит как он говорит уже поэтому можно определить доволен ребенок не доволен своей жизнью ребенок мне кажется по нашим детям можно понять и как наш как кого нашим детям поэтому конечно мы свозим и возим говорит часто мы возим торговый комп центр детей погулять ну прям ну это серьезно это смешно лучше лучше бы не гордитесь такими такими вещами это смешные вещи мы тоже можем ездить мы можем у нас 20 минут до города и на автобусе но на автобусе 30 минут на машине 20 минут до города но она мне надо а детям это надо что зачем просто побегать попрыгать у нас что больше другу это вот кому это надо кому это надо подписчикам это надо чтобы мы куда-то свозили вам что-то показали но нет детям классные тут вон на летом они в деревню здесь у нее тоже она выходит играет поэтому не знаю выезжать куда-то выезжаем детские комнаты настю мы постоянно водили в детские комнаты у нас здесь потому что она лучше к бабуле в деревню съездит ну мы сами в деревне живем а там у него еще подружки совсем другие они тоже в детский садик не ходят у них толпа они все одного возраста и вот лучше к бабуле чем куда-то и что хотел сказать смысле лисочка меня сбила в общем вот вот наш бедный несчастный ребенок который не видел торговых комплексов они там бывали уже а в я живот смысле сбилась настя когда была маленькая мы постоянно ходили в детские развлекательные центры у нас здесь был рядом детские вот эти вот центр там 100 рублей час совсем дешево мы к чуть ли не каждый день каждые два-три дня мы ходили настя была одна здесь тогда тоже не было все малыши были дети малыши и не с кем было играть она либо у бабули играла либо мы здесь ходили если мы в город ехали там ходили вот эти комплексы у нас очень много фотографий видяшек тоже не надо кривляться и потом настя она меня конечно мучила вот с этим вот пошли в игровую пошли в игровую пойдем в игровую игровые комнаты это вот как раз такие спасения для тех у кого вот один ребенок до либо в городе детская площадка уже поднадоела до какого-нибудь парка ехать далеко здесь рядом игровая детская площадка вот это вот игровая комната можно туда прийти с лизы нет с лизы у нас уже здесь какие-то игровые закрылись другие игровые работают только лишь по спецзаказу то есть там не рождение отмечают или еще что-то и поэтому мы в такие места не ездим ничего в этом хорошего тоже нет вот даже куда мы ездили в джанго вот на ее день рождения буквально за месяц до этого там обнаружили какую-то инфекцию общем 10 или 15 детей заразились заразились кишечной палочкой но я так поняла это то ли от ресторана который там находился то ли это от игрушек сейчас и не разберешься да это тоже это детском садике еще хотя бы там все обрабатывается а вот таких парках комплексах навряд ли не всегда и вот поэтому мы не знаю нас и лизой дома пусть он сидит учит чего-нибудь довольно счастливый ребенок по ней не скажет то что ей ничего то не хватает вот когда их я уже наверное когда мне написали дня три-четыре тому назад я вот уже который день сижу думаю ну если запишу в лоб насчет этой темы запишу в лоб вот сегодня получше стало я ответила насчет этого свою позицию то что если вы в этом видите что-то крутое то что вы детей возите в торговый комплекс погулять то для меня это такая фигня полная лучше с детьми выйдете вон на горке покатайтесь папа пусть повозят ребенка на спине вот это я помню приготовьте что-нибудь с детьми я по себе просто сужу вот когда меня вывозили вот войти в город и куда-то мы ходили я не помню этого мне потом с мамой даже вот в разговорах начинаем с мамой разговаривать на гритовом помнишь мы туда ходили игру маме я не помню я этого не помню потому что скорее всего я уставала и мне этого и вообще не надо было а вот что помню я из своего детства и своего подросткового возраста это много чего помню но особенно помню как вот папа меня на спине катал как меня папа борщ учил готовить как мы купаться ходили вот всей семьей да вот вот это я помню как мы с папой в карты играли я его заколебливала потом шашки в общем столько вот это я помню как мы с мамой в огороде грядки полем и разговариваем о всяких на всякие разные темы сенокосы еще что в общем это это знаете это куча всего сейчас сразу с мыслями не соберешься но вот это я помню и вот это действительно я вспоминаю с теплотой с такой это классно что было классно ну как меня возили в торговый комплекс я этого не помню вам гриталли на помню в цирк возили я даже этого не помню просто я ребенок который жил в сарай хотел сказать у которой у родителей был сарай и мы я видела и кур и кроликов и поросят поэтому цирк для меня или зоопарк для меня это вообще ни разу не волну животные животные поэтому у меня конечно нет вот такой вот прям классной реакции ну и у своих дети за своими детьми я тоже замечаем и так же ездили в заповедник там медведи там еще тут нам с валерой было интересно вот сейчас в этом возрасте посмотреть а дети бегали детям он увидели сладкую вату им сладкую вату надо либо еще какую-нибудь ерунду поэтому я уже высказала насчет этого свою позицию конечно же вы можете кто-то со мной согласится кто-то не согласится я знаю прекрасно то что есть люди которым важно вот это походить посмотреть прицениться для кого-то это отдых для меня это просто это адская лучше знаете я лучше в огороде там грядок пять скопаю и от этого больше отдохну и одновременно устану чем я буду лазить ходить смотреть как вот мой валера вот поэтому когда мы валере даже одежду выбираем я говорю валер если мы я что-то уже не могу уже все мне нервов не хватает ходить по магазинам я говорю вот валер давай ты езжай сам ты мне будешь фотографии скидывать ватсап я буду смотреть и говорит нравится мне или не нравится ты померь говорю а сам уже потом купи вот и он сам ходит я думаю сижу домоседка я конечно давай или захочет показать как она колесо крутит почти ты ножки вот так вот прямо держи ты ручки тогда ручки вытащи до ножки чтобы у тебя вот так вот прямо были как палочки вот вот надо просто сильнее вот сюда пережив перепрыгнуть вот так молодец кстати я и по элизе тоже замечаю то что когда мы ходим магазин вот когда элизе мы все купим все ей уже надоедают эти магазины нет ага сколько было раз тебе купим и ты сразу говоришь все поехали домой что еще в магазин помнишь все и сразу же надо домой ей не хочется больше по каким-то другим вопросам а у тебя есть деньги зачем тебе деньги магнитом а4 соколад выпустили а дикси а дикси у нас здесь нету это в москве дикси такой или где там других городах у нас в здесь нету дикси дуську отпусти хватит пусть она поживет спокойно спокойной жизнью дусью 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 не нравится нравится так ты хоть и и держи хорошо чтобы удобно было виду и спать укладываешь что ли интерес по гаражам было побегать футбол поиграть до пещеру сходить не знаю просто я деревенская думаю может быть это ну а чуть тогда так нравится ходить вот почему тебе нравится ходить по магазинам вот так прицениться посмотреть поразглядывать почему тебе это нравится я же смотрю когда что-то мне нужно и примерно сколько стоит чтобы приобрести или тебе какой-нибудь подарок я всегда изначально с подарком хорошо это я согласна с подарком хорошо но вот если ты идешь магазин ты не планируешь это покупать на фига это ходить и смотреть ну как я потом дальнейшем все равно куплю не факт же но не интересно то есть тебе это ты от этого не устаешь тебе это нравится да посмотрите ну мне я люблю посмотреть даже что в автомобильный магазин причем не только ци ци там я люблю зайти посмотреть вот мне надо вот так в руки взять подержать вот так перевернуть вот так взять другое посмотреть руками потрогать вот валерий нравится то мне прям вот надо именно четко посмотреть прочитать но это с чем связано но с какими предметами хочу хоть вещи мне надо посмотреть вот так повернуть так вот шопоголик вот он настоящий истинный шопоголик что тебе смотреть торговом центре что ты там вот ты пришла в торговый центр что тебе там надо ну вот мы ходим в торговый центр вот мы пошли вот нет нет торговый центр погулять где висят одежда где магазины вот мы еще кушать заходили а там не кушать не заходить а просто погулять просто погулять по торговым центром зайти по магазинам посмотреть какую одежду продают может быть что-то купить может быть ты хочешь так ты же знаешь если ничего не покупаешь на прекрасно ей надо домой срочно все и домой ей купили она она покупала и все не знаю я люблю посмотреть мне надо вот допустим это это может я хочу будучи может куплю может нет но посмотреть надо ну все не знаю зачем так эти люблю раньше я в детстве любил это не торговый центры а китайский это демский рынок же был то много всякого интересного мне именно нравилось что в коробке по распродаже лежит я не знаю именно по распродаже я даже один раз все кеды купил один размер сороковой другой сорок первый футбол играть и насчет одежды например насчет одежды вот я сколько захожу вот в эти коллинсы в сенсей еще можно что-то найти что-то найти но там на маленьких очень классная одежда на совсем малышей а вот например постарше мне не нравится там качество куртки цена такая которую я здесь теплую куртку за эту же цену выгляну куплю чем я куплю в том же сенсей хотя это сенсей это бюджетная такая же такой же магазин дальше коллинсы какие там еще магазины и чем дэм раньше был мне там вообще одежды не нравился выйти вы не чем дэм она вся однотипная она вся никакая просто надо полазить чтобы найти что-то подходящее настоящие тряпки вот фирма твое вот твое тоже самое вот я на валдберес больше одежды вижу интересно который мне нравится это это просто по пальцам сосчитать чем например в этих магазинах я сколько раз заходила в твое мне ничего не нравилось я там один раз единственный купила кофту себе черный и всем